Всем привет дорогие друзья, с вами Pogos. Как вы знаете 17 декабря вышли Звездные Войны, Пробуждение Силы. Те кто смотрел, не буду спрашивать понравился фильм или нет, дело ваше. Как раз в этот день я посмотрел этот фильм и остановил свое внимание на главном антагонисте фильма, Сноуке. Сюжет происходит примерно через 30 лет после возвращения джедая. Идет противостояние между Первым Орденом, наследником разрушенной империи и сопротивлением, думаю поймете откуда они. Не буду пересказывать фильм полностью и перейдем к нашему персонажу. Его сыграл, ну с помощью технологии захвата, Энди Сёркис, который известен по роли Голлума во Властелине Колец и в Хоббите. Зло, предательство, фальш! Сноуке представлен в этом фильме как гигантское существо, наполненное темной стороной силы. Что же оно такое? Энди Сёркис сказал о нем следующее. Он очень загадочный и странно уязвимый, но одновременно обладающий большой силой. И у него есть четкий план действий. В свое время ему был причинен большой ущерб. Как я сказал раньше, он уязвим. И это вроде бы не способствует реализации планов. Полагаю. Вы скажете, что это древний темный лорд Ситхов, который более тысячи лет скрывался. И после возвращения джедая явился миру. Этот персонаж уже был. Император Вишейд из Олд Репаблик, который был сокрыт от глаз джедаев более тысячи лет. Может это создание Палпатина? Поэтому он много знает и построил свой первый орден, опираясь на уничтоженную империю Учителя? Тоже не вариант, если учесть, что Дарт Сидиус хотел быть последним могущественным и бессмертным Ситхов в галактике. И преемников он не искал. Следующая теория рассматривается с точки зрения нового канона. На зарубежных форумах появилось предположение, что Сноук это Дарт Плэгас. Как помните, Плэгас манипулировал медихлорианами. И может даже открыл нечто, что не рассказал своему ученику. Сидиус убил его во сне. Казалось, настал ему конец. Но есть мысль, что он мог сохранить свое сознание после своей смерти и постепенно возродиться как существо темной стороны. Ну то бишь, каким его увидели в седьмом эпизоде. Плэгас по расе Мун и посмотрите на Сноука. На первый взгляд, он никак не может быть похож на Муна. Но некоторые черты этого инопланетянина можно рассмотреть. А если упираться на легенды, а именно на роман Дарт Плэгас, то теория опровергается тем, что Дарт Плэгас полностью доверял Сидиусу и хотел превратить старое ситское правило двух на правление двух, видя в Фалпатине больше напарника друга, чем ученика. Согласен, эта теория тоже банальна и абсурдна. В любом случае, в будущих фильмах точно будет ответ на этот вопрос. Спасибо за просмотр. Не желаете поставить лайк и подписаться на канал. Да пребудет с вами сила.